Миллиардный кредит, поддержка предприятия теплоснабжения города и ликвидация легендарной газеты «Одесский Вестник» – таковы основные решения, которые сегодня принял на очередной сессии Одесский городской совет. Обсуждение о повестке дня прошло в традиционных спорах и дебатах. Депутаты даже попросили получасовую паузу. Прибывающих на заседание депутатов встречали сразу два небольших митинга. Один против рейдерства, другой против размещения кондиционеров на фасаде. В самом же зале строго по регламенту приступили к работе. Сначала заслушали народного депутата Павла Унгуряна. Он заверил, что в новом госбюджете найдутся средства для дамбы на Хаджибее и объездной дороги для фур. Первый пункт повестки дня – принятие хартии равенства женщин и мужчин – неожиданно вызвал споры. На защиту инициативы стала фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова. Действительно, это мировая практика. Это сейчас тенденция, которая существует в мире. Да, можно долго дискутировать, кто кого ущемляет, но тем не менее это сейчас актуально. Также хочется предложить, так как сейчас многие города внедряют у себя, мэру города, рассмотреть вопрос возможности назначения советника по гендерным вопросам, специалиста, которому он доверяет. Светлана Сауленко подчеркнула, что Украинская морская партия Сергея Кивалова полностью выполнила гендерную квоту на местных выборах. Не менее 30% депутатов – женщины, как того требует закон. За европейскую хартию проголосовали 38 депутатов. Далее последовало обсуждение миллиардного кредита. Вопросы были самые разные – от процента до целевого назначения. В финансовом департаменте убеждают, что ставка в 23,5% и условия займа – лучшее. средняя кредитная ставка, за которую кредитуются субъекты подприемственной деятельности, складает около 24%. Другая – обликовая ставка Национального банка, когда мы брали погоджение на попереднее запозичение, была 14%. Сегодня обликовая ставка Национального банка складает 18%. Кредитоваться в коммерческом банке нельзя, считает чиновница. Потому государственный Укргазбанк, с которым город уже давно сотрудничает, снова выступил кредитором. Миллиард распределят между различными департаментами. Рекордсменом станет капстроительство – 459 миллионов гривен. Отремонтируют фасады, лифты, дороги, теплотрассы. Не обошлось без жарких дебатов в вопросе финансовой поддержки предприятия теплоснабжения города. Депутаты вновь пытались выяснить эффективность освоения постоянно выделяемой помощи. В этот раз просили 85 миллионов гривен. Руководство предприятия заверило, что уже рассчиталось с долгами и согласовалось с Нафтогазом поставки голубого топлива. 44 голосами предприятие вновь получило матпомощь. Часть депутатов подняли вопрос о целесообразности реконструкции дома Русова в свете новостей о том, что Верховный суд отменил ранее полученные решения о передаче дома в собственность города. По словам специалистов, суд отказал признавать решение эффективности создания ОСМД «Реставратор-21». Здание является аварийным и не просто аварийным. Там реально физически не было квартир, все это видели. Если нет физических квартир, соответственно, как можно создавать объединение сособственников многоквартирного жилого дома, если жилого дома как такового физически нет, более того, он признан аварийным. И с этими доводами соглашались в свое время суды первой и второй инстанции. Поэтому, когда мы получим полный текст решения, мы будем понимать, чем мотивировал Верховный суд свое решение. Безусловно, мы с ним не согласны. Мы будем совещаться, когда получим полный текст решения, на предмет правовой защиты интересов территориальной громады. Ранее ОСМД и Гурсовета спаривали принадлежность дома и все решения, кроме последнего, были за городом. Однако киевская эфемида посчитала иначе. Долго решалась судьба легендарной газеты «Одесский вестник». Ранее коллектив старейшего издания города отказался становиться его владельцем. Из-за этого началась ликвидация. Депутаты просили рассмотреть все возможные варианты спасения газеты. Но в Гурсовете однозначны. Газета убыточна и рекламы практически нет. На балансе предприятия остается только мебель и старые компьютеры, и там 18 работающих компьютеров. Больше на балансе предприятия практически ничего нет. Там ксерокс, принтеры, понятное дело. А то помещение, в котором находится, это, я так понимаю, объект коммунальной собственности города. За соответствующие решения проголосовали 33 депутата. Дебаты и споры также не прошли стороной земельный блок. Страсти разгорелись вокруг выделений в аренду участка в отраде возле яхт-клуба. В профильном департаменте заверили, участок не имеет прямого выхода к морю, высотных строений не будет, соорудят одноэтажное здание. В целом депутаты позитивно оценили результаты сессии. Так избранники от Украинской морской партии Сергея Кивалова подчеркнули, что утвержденное заимствование миллиардного кредита позволит решить самые острые вопросы жизнедеятельности города. Это и реконструкция исторической части города фасадов, что являлось одной из программных целей Украинской морской партии Сергея Кивалова. Вопрос замены теплотрасс и ремонта дорог. Это нужно делать уже сегодня. Строительство еще одной школы в городе Одессе – это актуальный вопрос, который также будет начато строительство за счет этого кредита в Суворовском районе. Создание детского центра в Киевском районе, творчество. Невозможно переоценить то, что наши детки смогут развиваться в новых комфортных условиях. В конце заседания рассмотрели сразу несколько запросов, в том числе касательно летнего театра. Депутаты отказались выкупать имущество в пользу города у частного владельца.